Дима, пару слов для прессы. Сезон такой холодный, никчемный, но самые завидные грозди это здесь. Вот как так получается, что у кого-то завидные грозди, а у кого-то их нет. Вообще, сезон, этот замучил меня, наверное, лет больше 20, я такого вредного сезона еще не встречал. При таком количестве воды ягоду, конечно, прет, она не хочет зреть, как и лоза. Лозу тоже гонит, но она тоже не хочет зреть. За все лето не было дождя, может быть, две недели за весь сезон. Если люди звонили, там, с Бобруйска, у нас тут засуха, поливаем и поливаем бесконечно, или тут Сузды звонили тоже, вроде недалеко, но у нас залило вообще, несколько подтоплений и все такое. Я думаю, что, в принципе, ну, кондиции набрало, ягоду не порвало. Ну и сорта, почему? Ягоды много порвало. Много, да? У многих сортов ягоду порвало, и я буду с ними уже прощаться. Что-то сгнило, капитально сгнило, что-то, много, что показало себя никак. В таких условиях, вроде бы до этой поры, но были нормальные сорта. Там, допустим, в памяти учителя от грибненожки отошли ягоды, потрескались возле грибненожки. На Каталонию тоже никто не подозревал, что она потрескает настолько. У меня Каталония вообще не треснула, вообще шикарно. А вот залило раз, другой, может быть, это зависит от того, какое количество воды попадет на квадратный сантиметр. Если там стакан, одно, а если ведро, это уже будет другой результат. Наверное, так. Какие самые грозди, сорта порадовали в этом году? Вот удивили, порадовали, самые вкусные, самые впечатляющие? Если по товарности, то, наверное, находка Калугина красава. А по сахаронакоплению, по вкусу? По сахаронакоплению, наверное, будет, как всегда, Аладдин. Ну, вчерашний дождь, размыло пять сахара. Мускат ушел? Мускаты поуходили, да. Нету мускаты. Если был у спонсора мускат конкретно, у Белоснежки еще есть. А у Аладдина? У Аладдина, где не намочила гроздь, тоже легенький мускат. Есть еще осталось. Есть легенький мускат. Короче, поразмывало, но... Поразмывало. Ну, если оно повисит два дня буквально, он вернет опять сахар. Ну, хорошо. Если пришлось садить еще какие-то сорта, досаживать, вот какие бы выбрали? Которые себя оправдали, действительно. Рэмбо, сто процентов. Черный кристалл можно сажать, но желательно пристенно. Он у меня в открытом грунте трудновато. Но это все открытый грунт, это не теплица. Это у меня все, у меня нет еще теплицы. За следующий год, я думаю, что будет уже теплица. Ну, для открытого грунта, это, конечно, бомба. Конечно, для нашей. Находка Калугина, отлично. Само лучшее себя, вообще, самонадежно ведет себя Атос. Как ни крути. Вот я в следующем году возьму сигналку получу, наконец. Ну, вот никак его со счетов не снимешь. А когда он был готов уже, такая, ну, техническая зрелость? В принципе, он уже недели две как созрел. Я не знаю, что еще недели. В общем, начало сентября, да? Ну, еще ромбик отошел, он тоже не трещал, ничего. Ну, ромбик уже... Ну, он самый ранний. Да. После ромбика, там, дней через пять уже подходит Атос. Понятно. Все, отлично, спасибо. Все, хороших урожаев. Спасибо. Рефрактом это может есть. Так, какой ты заценил новичок? Новичок. Ну и как тебе он? Новичок. Кислоту сбрасывает. Дайте ремпо для сравнения. Новичок. Кислоту сбрасывает, сахар почти набрал. Слушай, терпкость осталась у всех. Вот, что ни пробуй, везде терпкость остается. Она так и не уйдет, получается? Она уйдет терпкость. Не хватило, в принципе? Ему не хватило. Так, пойду я за рефрактометом? Иди. Две недели не хватило винограда. Мы потеряли в начале сезона две недели. Ну да, на две недели отставания почти везде. И все. У меня только 342-й, который один в один. Каждый год жара, холод, пофигу. Всегда 15-го числа он готов. Августа. 15-го числа августа я всегда кадрянку ел. А в этом году она умеет? Кадрянка у меня к 1-го сентября обычно. В этом году он немножко более. Пристинно она 15-го еда. Но она же сейчас пристинно. А есть ее, ну только что ее она практически вот. Можно вот ее начинать есть, понимаешь? А прошло сколько уже? Больше двух недель потеря она получается. Ну из-за холода все стало вообще холодным. И дожди размывают сахар. В нормальный год в прошлом году, 13-го числа, была выставка. И все привезли зрелые. То есть, ну видно, что... Ясно, результат налицо. Такой год. Пришел эксперт. Эксперт осталась. Он, ну, скажем, стандартная кондиция. Восточка, в принципе, уже... Ну уже начинает. Уже, видишь? Ага, коричневая. Даже не желтый, все это уже коричневая. Красобалок. Ага. Да, тут, чтобы не испачкать. Все. Блин, принес. В этом году сахар у всех, наверное, будет слабенький. А ты принести тебе? А? Ну если есть, сделаю недалеко. Нет, сумма нет. 14,8. Красобалок. Ну да, слабенько. Слабенько. Ну я хочу сказать, что для многих сортов это предел. До 15 и все. Не хотят они больше набирать, хоть тебе есть. Ну блин, но от этого года, наверное, ничего лучшего ожидать не стоит. Да, да, да. Ну какие-то ультра ранние сорта, они сахар набрали. А что ты там еще берешь? Рэмбо, я все его хочу. В том году он мне не понравился. Я его посадил. А, ну тот год тоже не подарочек был у нас. Ну да. Косточка зеленая. Ага. Рэмбо. Ну да. Косточка зеленая. А вкус лучше, чем у Красобалка. Реально лучше. Не знаю, сколько сахара покажут. Рэмбо? Да. Это что, Рэмбо? Это и не знаю, что. Вон Рэмбо висит. У хозяина, может, надо у Дима спрашивать. Мы еще одну яну сахарим. Мы пробуем? Дим. Ну ты уже его раздербатил, какая разница. Непонятно, но и дальше я сейчас начну щипать. 13. Ой, еще меньше. Но вкус лучше, чем у Красобалка. У него более сбалансировано, значит, да? Да. Но у Рэмбо есть нюанс. Очень крепкая шкурка. Она не мешает, но она крепкая. Ты ее раскусываешь такой, аж взрыв получается. Для себя я бы выбрал Рэмбо. Какой ты еще хочешь? Хотя у меня есть они все. Вот те, которые ты хочешь, вот реально. Которые я хочу. Но сомневаешься. Она кажется слагше. Что-то на каждом этапе меньше. Хотя... Это похоже на Атос. Хотя сахара меньше. Сахара меньше, а вкус лучше. Я не знаю, как они более-менее Атос. Нет, ну я в этом году не пробовал Атос. В смысле вообще сахар на Атос. Честно, у меня Атос вот на шагу. А что вот это? Ну, по мне Атос это... Это альтернатива к Адрянке. Более... Не, ну сравнивается с Ромбиком. Ну, это две большие ради. Не, ну Ромбик там говорят вкус богатый. Я продаю его. Ну, вкус лучше. Я как-то на островку приезжаю, всегда говорят, он уже отошел. Косточка готова. Ага. Так, я его намазал, намазал. Азонная? Шестнадцать с половиной. О, послачься, как-то. Шестнадцать с половиной. Брикс. Так, Юпитер пошел. Юпитер пошел. Ну, темнеет восточку. Ну, это рудиментик. Да, да, да. Кстати, в этом году я первый раз вижу рудименты на Юпитер. Обычно их нет. Ну, он не мешает, как правило. Обалдеть. Будешь пробовать? А, не дам. Можешь намазать. Намазывай. Я потом целую попрошу, Дим. Ну, Юпитер даже институтский обалденный. Юпитер всегда вкусный. Да, всегда классный. Просто шикарный вкус. Просто обалденный. Что тебе по вкусу Юпитер вообще напоминает? Да я не знаю. Его, по-моему, нет таких сортов, как... А мне кажется, манго. Не похоже? Вот что-то от манго есть. Нет, наверное, нет. Так, честно говоря, я не могу понять. Скажи... Да, я ухрусь, я пугаю. Нет, оно видно, но тут экран у меня маленький, понимаешь? Это так. Короче, ты скажи, какой там сахар. Семнадцать. Семнадцать. Отличный, отличный сахар. Самый лучший. Скажите, пожалуйста, на Юпитер лучше? Это какой вылазь? Юпитер. Вот самый сладкий и самый вкусный на сегодняшний день. А ну-ка попробуй. Так, это что у нас? Это велес. Велес, причем сверху. И какой-то крупный. А? Конфета? Конфета? Это что? В Юпитер, конечно, у Димы вообще бомба. Он, наверное, сам его отдельно вывел, селекционировал. По весне. Блин, не режется. Сорта толковые. Ты же видишь зону. Ну, так, конечно. Есть у них рудименты, крупные рудименты. Все равно у нас... Ага. Ну, зеленый. Если вырастет вот такой черный кристалл, то такой же не вырастет у нас. Ну, честно говоря, выглядит вот как будто степлиц. Вот реально. Он как с обложкой журнала. Срезано сегодня. 16,2. Я... Велес 16,2. Я 7 раз... Рукат есть? Я по вкусу сегодня ветром. Это все унесло. Все унесло. Да, все эти... Ну, конечно, ветерилось. Смысл надо каркас сделать тогда, понимаешь? Рота, что ты там поставил, притягнул что-то. Ветром оторвало, опять притягнул. Это так. Ну, либо какие-то изгороди, а-ля... У вас же там окна вроде какие-то стояли. Ну, они уже сгнили, упали. Ну, понятно. Надо что-то посерьезнее уже придумать. Да что? Это Дарвика. Ну, давай, Дарвика. Дарвика. Обожаю ее. Крепкая мякоть. Плотная. Сколько? Одна? Две косточки. Две косточки. Мякоть крепкая, шкура вообще. То есть она ее можно было раньше сшелать. Только весной. У меня сейчас хранится, не знаю, кто ее у нас в Беларуси пробовал. Хранятся только позднее. А у нас они, как правило... Ребята, сорт выведен пару лет назад. Кто мог ее хранить в Беларуси? Хорошо, что она у нас уже есть. Потому что она у нас плодоносит. Я два куса дарить. Я думаю, что я после середины и апреля все равно сажать будет где-то. 16-9. Ну, как раз. Почти уронил. Ну, нормально. Короче, 16 кругов на сегодняшний день вполне себе. Она стала уже мягкая. Ее можно было снимать не 10 назад. Хорошая. Она была мягкая. Нет, хорошая. Я по тому году вообще... И терпкость не очень сильная. Нет. У всех терпкость есть в этом году. У этого более-менее. У вас 100%. Белоснежка. Очень хороший мускат. Косточка желтеет. Кого? Нет. Белоснежка. Сейчас она начинается. Мускат не вымола. Вот она прямо была. А сахар падает. И то она осталась некондиционной. Так, белоснежка. 15 ровно. Кислоты нет вообще. Кислота ушла, сахар остался. Кислоты нет, сахар остался. Но реально пару дней назад она была еще плачная. То есть дождевым или... Ну, очень сладкая. То есть вкусная. Она сбоку некондиционная. Постаньте по-другому. Да, потом позже не было. Ничего невозможно. Такая вода. Сахар шикарный. Мускат шикарный. Вообще вопрос. Не нормально. Я оделся. Где столовые сорта висят? Это все столовые сорта. Тут технических нет. Нет, ну, можете с них сделать. Как-то тут дело такое. Рудилка пойдет, если выдавите сон. С них столько совсем, там, изгулькин нос. Это что? Гелиадор. Крупная ягода, крупная. По началу, да? Дим, как добить гелиадор? Это кто? Гелиадор. Кто? Параметры. А это мое? Точно мое? В этом году. А теперь раз бутоном я брызнул. До светения. Ну, да, в начале детей нет. Игрозочки, когда они большие. Ну, в эти, соответственно, ночные. Ну, в начале тетения. Уже начинал тететь. Все. Да, больше не шикарно. По обычным бутонам доза там 10 грамм на 5 митров воды. Больше ничего нет. То есть, если посчитать ГК, сколько там, то есть, там почти нет ничего. Ну, сочный, кстати. Красивый. По ГК, да. Он просто хорошо реагирует. Там по ГК почти и не было его. Он реагирует точно так же на... Какая-то гибериллиновая кислота? Да, ну, одна. Ну, что так же я... Ну, там не чисто гибериллиновая, там же... 15,2. Ну, там добавляются еще какие-то... Ну, да. Ну, в тот же день то, что так же брызнул вместе с ним и Виллес. Виллес не отреагирует. Если бы еще в конце тетения, тогда он был бы крупнее тоже. Точилин чисто гибериллиновая обрабатывает. У него вытягивает ягоду, вытягивает гроздь. Да, я согласен. Ну, это если на выдвижение ты там 3-х сантиметровую гроздь помакнешь в гибериллин, то она будет... Ну, опять же, там есть разные стадии. На выдвижение, на... Да, это... Ты можешь хватить такой перебор. Ну, да, тут надо гораздо. И селисом очень сложишь, Виктор. Если селисом, надо этим заниматься аккуратно по одной грозди. Вот у тебя, допустим, я буду проверивать. Такой концентрации, вторую такой. Потому что можешь испорчить куст, через 2 года вообще плотоносить не будет. Будет сыпаться весь и все. Я, кстати, в этом году экспериментировал с гором во время цветения. Тоже нельзя борщить? Во время цветения. И я большой разницы сразу не увидел, а когда ягоды созрели, особенно на тукая, он вообще никакой, но я всегда сыпался. Я не видел от него ягод толком. И я увидел, что гроздь более выполненная. Выполненная получилась. Нормальная тогда. Так что вот я буду пробовать дальше. Скориентировать еще. Главное, я консидерировать. И лучше будет. Бора недостаточно, что вроде бывает как укурузный пачат. Что? Ну, плотно оброзь к укурузным пачатам внутри ягоды давится. Но это если и про... Ну да, да. Это если для плотных. Ну я в том, ворота костюр. Одно сразу под коробором, под коробором, потом обрабатывайте 7. Тукай у меня плотным жизни не был. Он у меня 5 ягод на всю гроздь выдавал. Поэтому тут я даже не боялся. Я по Алешке. Такие ливни были. То есть как он весь вклон не треснул. Удивительно. С такими дождями, если они треснули, то я, конечно... Что-то опять там режешь. Спонсор. Павловского. Смотрите, на сегодня спонсор. На сегодня уже созрела... А, косточка уже готова, да. Ну, мускат может размыло. Мускат был хороший. Ну да, ребята. Вкус реально будет через 2-3 дня намного лучше, чем то, что сейчас. Как только вот он постоит без дождей 2-3 дня... Давай замеряй, батарея вздыхает. Еще опять вернется, короче. Слени текут за весу быстрее, да? А это уже как бы... А всего 12. 12, по-моему, да. Ну, из-за... Чисто из-за дождя. Чисто из-за дождя. Мускат еще есть. Позавчера был нормальный... И кислотень, да. Нормальный сахар, нормальный мускат. Да, 100%. А вчера ливень, и все, и опять старая песня. Ясно. Короче, реально, реально из мускатов белоснежка удержала мускат и сахар. Вот, спонсор ушел. Вот, белоснежка хороший сахар. Такой же сахар у Гелиадора, но белоснежка чувствуется... А по процентам сколько сахара? 15. Ну, оно в среднем все... От 14 до 16 в среднем... Да, да, 14 в среднем сахар. Я прослушал еще раз. Прима Украины что? Прима Украины. 18,8 после дождей с укронным мускатом. Самый сладкий на сегодняшний день. Твердая, плотная мякость. То есть она даже после дождей не потеряла свои кондиции. Так, поехали дальше. Просили черный кристалл. Ну, понятно, что он никак не готов. То есть тут, ну, совсем-совсем она только-только-только. Но я думаю, что здесь все-таки будет... Главное... Да, да, да. Главное, здесь не косточка. Мы же их не садить косточки собираемся. Главное, вкус. Ну, где сам Дмитрий? Дмитрий Иван в зале. Да тут Виталик его уже... Место у него отжал вместе со стендом. Да, да, да. А у меня все время-то из зимы так-то лежит. Типа пост дал, пост принял. 13,1. А, слабенькая. И она еще... Где она? Давай-давай. Внешне-то еще не дошла. А вот это кто? Ну, все, друзья. Я туда... Так я и говорю. Это все с теплицей у вас, да? Нет, это все открытый грунт. Это все открытый грунт. А где тогда... А, в самом винограде? По Апсимоневический район. Как его у нас. Так, Аладдин. Аладдин, сейчас нажницы дождусь. Не включай, потому что. Да уже включено. Растет, в принципе, не. У меня... Треснуло немножко. Обелизм треснул тогда. Но очень плотно. Но очень плотно. И на него это особо не влияет. Может быть... Ты знаешь, у меня Аркадия бывала в этих местах трескается, но она не гниет, висит дальше и неплохо себя ведет. Бывает, да. Аладдин, да? Начинает перечневедить. Да, косточка небольшая. Шикарно. Покажите. И косточка уже, видите, практически дошла. Две пачки готовы? Да. Это, я считаю, готовый виноград. У мальчика с пальчиком тоже косточка там бывает одна. И то маленькая. Так, Аладдин. Зачатки. А вот и 13, 13, 2. Немного. Ну, за счет того, что кислоты у него нет. А должно быть 22. Да. Недобра. Нужно конкретный вкус. Слушай, маленькая. А косточка уже коричневее. Слова мальчика с пальчиком своя косточка. Ага. Никакая. А сахар, наверное, будет больше. Как ручимент. А сахар сейчас узнаем. Сахар, ну попробуй сахар у мальчика. Ну, наверное, тоже маловарно сейчас. Ну, Аладдин потерял. Потерял вкус. 13 хвостиков. 13 хвостиков. Ну, смотря еще какую ягоду у него. Ну, вкус сверх. Там было 24 у него. Сбрасывает дождь. Ну, слишком много воды, понимаете. Залило опять в лужах все стоило. Вот утром он собрал сегодня. Так, это мальчик с пальчик. На сегодня 13 хвостик. Хвосточка зеленая. А кислоты нет. Попробуй. Да. Кислоты он сладкий. Ребята, а он лучше Аладдина. Он, кажется, сладкий. Вот я пойму. Он лучше Аладдина, а кислоты еще не было. Короче, главное, чтобы кислота ушла и, в принципе, более-менее будет. Но, опять же, если бы не дожди, сахар бы не размыло, было бы еще немножко. Пару бритв бы натянуло. Аладдин хороший виноградный вкус. Хороший, богатый. Так что для нашего климата, для этого сезона вполне себе. А немного такое остается послевкусие виноградное. А мальчик с пальчиком вот тебе и зеленый, да? Ну. А он готов. Он реально готов. Он реально готов. Не хочется, не хочется подводить институт, подводить своего закадычного седателя, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже за участие. За гигантские... Спасибо. Спасибо. И, Володя, по-любому, доставать тоже, да. Спасибо. Сегодня аншлаг, да? Объединяем винограды. Да. Наверное, почти 60. Ага, почти, наверное, под 60 человек. Больше. 66 было отмечено, значит, больше 70. Это успех. Это радует. Это только начало. Спасибо, в принципе, здесь тоже... Я хочу сказать, что по другим культурам нет такого единения, потому что только в виноградаре есть клубы, вот, и они практически в областных центрах. Ну, а с нашей стороны, ну, давайте предложение, может, формат какой-то изменим. Предлагаете? Ну, будем предлагать. Хорошо, спасибо вам. Вы нам помогли. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.